Победа на фронте оковалась в тылу. Выставка под таким названием открылась в Ненецком Кровеческом музее. На экспозиции представлены уникальные предметы тех времен. Организаторы рассказывают истории, о которых мало кто знает. Например, во время Великой Отечественной от голода в нашем округе никто не погиб. О бесценном общем подвиге моя коллега Любовь Пермякова. С первых дней мобилизации военкомат округа был буквально завален заявлениями о добровольном вступлении в армии. Все буквально рвались на фронт. Наши земляки сражались на всех фронтах, но большинство попали на карельские. Этому посвящена часть выставки. Эта коллекция предметов обнаружена в Карелии, Мурманской области в 2014 году. Сюда они привезены в начале нашего 2015 года. Это предметы, которые были обнаружены в поисковой экспедиции на местах боев Карельского фронта. Военный котелок с надписью «Леша», вероятно, это имя владельца, потертая шинель, безмолвные свидетели тех фронтовых лет, спутники участников боев. Кстати, Карельский фронт имел самую большую протяженность среди всех фронтов – до 1600 километров в 1943-м. Единственный из всех фронтов имел особо сложные северные природно-климатические особенности. Только там использовались такие виды транспорта, как олени и собачьи упряжки. Не только на фронте ковали победу. Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный лад. Всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту. Собирал силы и наш округ. Труженики тыла, старики, женщины и дети приближали победу, как могли. Труженикам тыла посвящен еще один блок выставки. Руководители предприятий не только заботились о тех, кто на фронте. Помощь оказывали и семьям военнослужащих. Так это не все. Товарищ Гудеров пишет. Общественность и предприятия оказывают помощь в создании жилищно-бытовых условий. Ремонте квартир, подвозки дров, снабжения, предоставления работы, устройстве детей в садике ясли и так далее. Кстати, во время Великой Отечественной войны в округе не умер ни один человек от голода. Заслуга в этом руководители, которые решали социальные проблемы в трудное военное время. Силами местного населения в 41-44-х годах в округе были созданы объекты военного назначения. Среди них стройка номер один – сухопутный аэродром. Этой теме посвящен материал, рассказывающий об этапах строительства. Макет выполнили студенты социально-гуманитарного колледжа. Мы никогда макеты не делали, и ясно, что было сложно, потому что много сами не знаем. Поэтому мы на уроках работали с разными материалами, отдельно с бумагой, отдельно с картоном, отдельно с разными материалами. А здесь нам пришлось скомбинировать, подбирать, потому что сложно делать в масштабе. Ну, все сложно, но я думаю, что самое сложное было делать, допустим, машину. У нас не так много мальчиков в группе учится, всего один. И девчонкам было, безусловно, трудно делать, допустим, трактор, грузовик. Мы же не знаем пропорции, приходилось. Постоянно смотреть в интернете, что-нибудь такое. Высчитывать приходилось до миллиметра. Отсматривали фотографии старых машин, техники, одежды. Все как в жизни. Работа удалась. На сегодняшний день это самый большой макет Ненецкого краеведческого музея. Впервые на выставке показаны и уникальные фотоснимки. В 1943 году немецкие самолеты-развенчики несколько раз пролетали на территории нашего округа. В том числе и над городом Наринмар. Это те снимки, которые были сделаны самолетами, как раз-таки над нашим городом. Есть различные части нашего города. Водный аэродром, например, центральная часть города и так далее. То есть это такой исторический, скажем так, источник, но со стороны нашего врага, нашего противника. На выставке оказался свидетель этого налета. Тогда он был еще ребенком, но запомнил этот день на всю жизнь. Была жаркая погода. И в это время этот звук меня поразил. И я женщинам сказал, я говорю, женщины, немецкий самолет летит. Они на меня, конечно, все взъярушились. Назвали меня, что дурак такой, говоришь такое и прочее, прочее. И через некоторое время послышались выстрелы. Причем канонада выстрел. Выставка уникальная. Она показывает разные стороны жизни опаленных войной. Бойцы и труженики тыла по разные стороны войны, но внесшие огромный вклад в великую победу. Причем канонада выстрел.